Шотландцам остался финальный день для решения. Хотят ли они и дальше быть частью Соединенного Королевства? Завтра им предстоит ответить «да» или «нет» на референдуме о независимости. Среди аргументов, которыми пугают сторонников отделения, разрушение экономики в связи с разрывом торговых связей и отказом от фунта стерлинга. В частности, об этом не устает напоминать британский премьер Дэвид Кэмерон, агитируя британский народ не рвать многовековые связи. Он также обещал шотландцам расширить полномочия в области налогов и формирования бюджета, лишь бы на референдуме они сказали «нет». А вот один из главных лоббистов отделения, первый министр шотландского правительства Алекс Салман, заявил, что независимость к использованию фунтов не помеха. Шотландия – второй по величине торговый партнер Великобритании после США. И здравый смысл говорит, что нам необходима единая валюта. Все разговоры по поводу запрета на использование фунта стерлингов – просто чушь. Никто не может нам помешать использовать дальше эту валюту. Оригинальным символом споров о судьбе Шотландии стал рукотворный холм в небольшой деревушке Гретна-Грин на границе с Британией. Он состоит из камней, из которых признание в любви к единому государству, в котором шотландцы прожили 300 лет. А также слово «нет». По последним опросам 52% шотландцев дадут такой ответ на референдуме. Исходя от завтрашнего голосования, с особым нетерпением ждут не только жители Соединенного Королевства, но и Каталонии. Власти этого региона, которые подумывают отделиться от Испании, направили свою делегацию наблюдателей на голосование в Шотландии. Великобритания несет убытки из-за возможного отделения Шотландии. Крупные компании выводят деньги за пределы Соединенного Королевства и также начались колебания курса национальной валюты. Евгений Авдовиченко расскажет, во сколько уже обошлась англичанам независимость с северных территорий. Отделение от Соединенного Королевства выведет экономику Шотландии на новый уровень, так считают сторонники независимости. В первую очередь за счет доходов от морских нефтяных месторождений, которыми пока распоряжается Лондон. Политологи ожидают, что при любом результате референдума Великобританию ждут беспорядки. Ведь и сторонников, и противников распада королевства более чем достаточно. Люди наконец-то осознали, что старого доброго Соединенного Королевства может и не стать. И это разрушение страны на части. Это как 91-й год в СССР. Или как если бы сейчас у России отрезали Сибирь. Все об этом говорят. А дни разговоры о независимости Шотландии уже стоили бюджету Соединенного Королевства почти 30 миллиардов долларов. Эту сумму инвесторы вывели с британского финансового рынка. Со времен кризиса 2008 года это самый мощный отток капитала. При том, что тогда потери были всего 11 миллиардов долларов. Барклайс, СССР и Дойче Банк советуют своим клиентам повременить складами на территории Туманного Альбиона. В результате английский фунт упал на 5% по отношению к доллару. По мнению экономистов, независимость Севера осложнит ситуацию. Тем более, что Шотландия, скорее всего, откажется от фунта в пользу евро. Если Шотландия станет независимой и захочет войти в ЕС, то никто не разрешит ей сохранить фунт. Ей придется перейти на евро. Вот почему финансовые рынки Соединенного Королевства и всей Европы напуганы. Никто не сможет сказать, что случится, если Шотландия скажет «да». Потери Шотландии отбросит экономику Королевства на уровень трехлетней давности. Таковы прогнозы экспертов. Но это не все последствия раздела территории. Процедура ударит и по обороноспособности страны. В Шотландии у Соединенного Королевства мощная морская база, оснащенная ядерным оружием. Самое сложное будет разбираться со флотом. Решить, корабли возвращаются Соединенному Королевству или становятся частью военной мощи Шотландии. Это очень тяжело будет решить. Отделение северных территорий Королевства может стать началом большого передела европейского континента, считают политологи. Например, в Испании независимости требуют сразу два региона – Каталония и страна Басков. Кроме того, увеличатся шансы Великобритании выйти из Евросоюза. На членстве в ЕС всегда настаивали именно шотландцы. Евгений Евдовиченко, Дарья Ахрименко, Life.